МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уважаемые зрители, представляем вам новый проект в новом формате Театр Форум. Здравствуйте! Меня зовут Дарика Аманбаева. И на протяжении 45 минут я с вами буду обсуждать вопрос взаимоотношений в молодых семьях. Мы, молодые активисты из Кыргызстана, из разных регионов Кыргызстана, объединились для того, чтобы через методику Театра Форум вынести и обсудить с вами вопросы, актуальные вопросы нашего общества сегодня для их мирного решения в будущем, дорогие зрители и телезрители. А сейчас я хочу поприветствовать наших зрителей в студии. Здравствуйте! И сразу же обратиться к вам с вопросом. Кто-нибудь из вас до этого участвовал в Театре Форум? Поднимите, пожалуйста, руки. То есть нас не так много. И для тех, кто не участвовал, и для наших телезрителей мы подготовили видеоролик, информацию о Театре Форум. Смотрим! Форум Театр методикасы 70-ши жылдардың башында Бразилиялық драматург Августа Буаль тарауынан иштеліп чыққан. Кадымки адаттағы Театрдан негізгі айрмачылығы Форум Театрда профессионалы мес жүні көй адамдар ойнашот. Алар жашууды олып жатқан реалдуу жағдайларды көрсетіп, көйгөйлерді чечуі жолдорын чоуғы издіуігі қоумды диалог көчақырышат. Сөйчілер ойындың қағылаған жерінен стоп белгісімінен тоқтытып, қағылаған қағырмандың ордына сақнаға чығып, анын ролын өзінің өз қарашымынен қайрыдан ойына пірет. Я приглашаю вас всех Мир Театра форум. И до того, как мы начнем, у нас есть такая традиция. Когда я скажу один, два, три, вы, пожалуйста, со всей энергии крикните вот в сторону сцены «Мотор!» И тогда на сцене начнется действие. Готовы? Да. Тогда один, два, три! Мотор! Начали. Привет! Как дела? Асу? Что случилось? Мам, Айдар мне сделает предложение. Я так рада, я так счастлива! Это надо будет к свадьбе готовиться! Всех отынников обзвонить! Обрадоваться, кстати, а что с дата решили? Мам, я сказала, что я подумаю. Я хочу сначала закончить учебу. Мне же всего год остался. Потом, может, я выйду за него замуж. Правильно, молодец. Алия, Айсулу, доченька, тебе уже 22 года, тебе уже замуж пора выходить. Айдар хороший парень, состоятельный. Он завтра на другой женится, и ты потом упустишь его, Айсулу! Мам, я не хочу сейчас торопиться. Я хочу сначала закончить учебу. Айсулу, ты хочешь вот судьбу своей стыд повторить? Смотри, с дипломом сидит, разведенная, никому не нужная! Мам, может, хватит? Иди, выходи! Смотри, как неприятно! Айсулу, доченька, ну... Я же ведь не молода, я уже внуков хочу. Как ты? Пожалей свою маму! Хорошо, Айсулу! Я подумаю. Айсулу? Опоздала! Ты все время опаздываешь, Айсулу! Что ты делаешь? Тебе нравится, да? Я специально его для тебя купила. Если честно, Айсулу, мне совсем не нравится, как ты одеваешься. Что это? Облегающее платье, оголенные ноги, яркий макияж. Для кого все это? Все парни пялятся на тебя! Ну все же так одеваются. Это же сейчас модно. Ты не все. Ты моя девушка и будешь одеваться так, как я хочу. Пойдем домой переоденешься. Мы же с тобой в кино собирались. Айсулу, ты выглядишь, как легкомысленная девушка. Пойдем домой, потом сходим. Ну мне нравится это платье, я не хочу. Что случилось? Что-то на работе? Лучше налить чай. Айдар, я хотела с тобой поговорить. Я хочу устроиться на работу. Я устала с утра до вечера сидеть дома. Ты меня вообще никуда не выпускаешь. Айсулу, дай нормально поесть. Славный. Привет, Таня. Привет. Валя, чайник. Как дела? Хорошо. Как учеба? Нормально. Ну, с учебой там проблемы есть. Ну и? Да училка такая принципиальная, ставить не хочет. У тебя все время принципиальные учителя. У тебя свои мозги есть? Почему-то я в свое время учился и работал. Ладно, сколько надо? Сто баксов. И это за один предмет? Да мне еще ботусы надо купить. Как у вас с дядями? Хорошо. Хорошо. Айдар, ты помнишь мою подругу Асель? Так вот, она мне предложила работу. Может, я буду работать? Там как раз у них вакансия освободилась. И что? Ты будешь ходить в своем зеленом платье в обтяжку и привлекать внимание всех парней? Нечего, сиди дома. Ну, я устала постоянно сидеть дома. Ты и так меня никуда не выпускаешь. Ай, Сулу. Другие девушки мечтают о такой жизни. Что? Хорошо. Взрослый стал? Не лезь. Я к себе пошел. Ты же еще не покушал. Другие девушки мечтают о такой жизни. Ну, все же женщины... Я тебя всем обеспечиваю. Всем обеспечиваю. Чего тебе еще не хватает? Что тебе еще надо? Все же женщины работают. Почему я не могу работать? Ты и так меня постоянно контролируешь. Я ради тебя не смогла закончить свою учебу. Хотя бы ты меня пойми. Работа это не женское дело. Женщина должна сидеть дома и следить за хозяйством, воспитывать детей. Я даже дома нормально... Я сижу дома, как в клетке. Ты даже меня с подружками не пускаешь гулять. Вот даже сейчас ты меня не слушаешь. Я устала от этого. Сколько можно все это терпеть? Мне надоело. Я больше так не могу. Мам, я не могу там находиться. Мне там плохо. Я несчастна. Каждый день это не делай, то не делай. Я устала. Я хочу с ним развестись. Айсулу, ты думаешь, о чем ты говоришь? Что люди, что соседи, что родственники скажут? Айсулу, ты что, хочешь меня убить? За что мне такое несчастье? Где разведенной дочери, Айсулу? Ну, мам, ты пойми, я не могу там находиться. Я не могу. Айсулу, посмотри на меня. Айсулу, либо ты к нему возвращаешься и прощаешь у него прощения, либо ты забываешь дорогу домой, и ты мне больше не идешь. Пойдем. Мам, пожалуйста, я не хочу туда. Мам. Ты на часы смотрела? Ты где была? У мамы. Что, ходила жаловаться? Приняла тебя мама? У мамы на шее старшая дочь разведенка. И ты ее хочешь опозорить? Если маме не нужна, и мне ты тоже не нужна. Мне не нужна такая жена, которая ходит до часу ночи. Проваливай отсюда, вон. Я не хочу тебя видеть. Прости меня, пожалуйста. Я умоляю, прости меня. Я больше так не буду. Я никогда о работе ничего не скажу. Итак, это была наша постановка. У меня сейчас к вам несколько вопросов. И первый вопрос, какие проблемы вы тут заметили? Первая проблема, это было гендерное насилие. А что такое гендерное насилие? Можете немножко рассказать об этом? В моем понятии гендер — это различие между мужчиной и женщиной. В этом постановке было то, что муж морально насиливал свою жену. Это как бы гендерное насилие. Она не виновата, что она женщина. У нее тоже есть мнение. У нее тоже есть право. Она имеет полное право работать, полное право учиться. И тут было мнение мамы, чтобы она не училась, а выходила замуж. И это была первая ошибка. И у нее тоже есть свое мнение, чтобы сказать, нет, мама, я хочу учиться, я буду учиться. Я закончу учебу, я буду работать, построю свою карьеру, потом построю семью. То есть вы считаете, что здесь идет ограничение свободы главной героини, да? Спасибо вам большое. И вы тут заметили главную проблему — это гендерное взаимоотношение и насилие по отношению к девушке. Спасибо большое. Еще я видела руки. Здесь, да? Здесь идет недопонимание людей. Мама не понимает дочь, и потом муж не понимает свою жену. И в связи с этого у них ссора. Что значит недопонимание? В чем выражается непонимание матери? Что она не понимает? Дочь хотела отучиться и потом выйти замуж. А мама заставила дочь, не отучившись, выйти замуж. А что дает образование для Айсулу? Образование дает многое. Она могла бы после учебы работать по своей профессии. Но мама не дала ей, так сказать, получить образование полное. Спасибо вам большое за мнение. И сейчас вопрос. Вот еще одно мнение давайте мы получим, и потом идем дальше. Не помню, кто из великих сказал. Давай образование мальчику, ты получаешь одного образованного человека. А давай образование одной девочке, ты получаешь образованную семью. Спасибо большое, что поделились. Итак, образование очень важно, да, вы считаете? Еще один у меня вопрос к вам. Как зовут главную героиню? Айсулу. Чего она желает, к чему она стремится в этой постановке? Да, здесь есть мнение. Во-первых, она хочет стать самостоятельной личностью, она хочет получить то образование, которое она хотела получить. Также она хотела работать по своей профессии, зарабатывать сама, то есть полностью поддерживать себя самолично. Также она хотела свою личную свободу, хоть она и была замужем. Муж, как мы видим, не разрешал ей гулять, встречаться с подругами, не разрешал ей ходить на работу. Это одна из основ того, что делает нас людьми. То есть человек, все время сидя дома, занимаясь домашними делами, он просто теряет себя, он начинает сходить с ума, потому что ему нужно, нам всем нужно общение. Спасибо большое. И у нас еще одно мнение здесь. В данной сценке, когда показывали, тут показывали ущемление прав человека. Точнее, она не имела выбора, получается, учиться. Это как бы приказывали ей. А на самом деле человек каждый имеет право на образование, имеет право на свободу и на свою личную жизнь. Если человек хочет работать, либо учиться, он хочет стать будущим независимым человеком. Спасибо большое. Есть ли такие проблемы в нашем обществе? Если вы считаете, что есть такие проблемы, либо вы думаете, или вы знаете людей, у которых в семье, во взаимоотношениях происходят подобные ситуации, поднимите, пожалуйста, руки. Вот в нашем обществе, в Кыргызстане есть или могут быть такие проблемы, кто считает? Спасибо большое. Нас, я думаю, где-то 90% сейчас поднимают руки. На самом деле статистика тоже говорит о том, что данная проблема является злободневной. И с каждым годом ситуация с насилием в семье, с гендерным насилием только растет в Кыргызстане. То есть 40 женщин из 100 подвергаются физическому и сексуальному насилию. И так же, как вы сегодня сказали, есть и другие виды насилия, как психологическое насилие, которое, может быть, иногда нам незаметно, но оно происходит каждый день. И происходит среди нас в обществе, в котором мы живем. Сейчас я предлагаю, я вам даю 30 секунд. Пожалуйста, обсудите с человеком, который сидит справа или слева от вас, ваши стратегии для того, чтобы, как можно было бы решить данную проблему, с которой сталкивается каждый день Айсулу. Какие можно было бы применить стратегии для их решения. 30 секунд, пошли. Итак, 30 секунд подошли к концу. Я думаю, у вас была возможность обсудить, и вы уже точно знаете, что вы могли бы сделать в данной ситуации. Сейчас мы подходим к очень интересному моменту. Это часть форума. И здесь наши актеры заново будут играть данную постановку. Но в этот раз, знаком стоп, вы можете остановить действие в любой момент. Выйти вместо одного из наших героев и сыграть вашу идею. Для того, чтобы в данной ситуации было понимание, чтобы была справедливость, чтобы права человека не нарушались. Если вы готовы, знаком стоп, именно вы можете остановить действие. Один, два, три. Стоп. Поехали. Привет. Как дела? Что случилось? Мам, Айдар мне сделала предложение. Я так рада, я так счастлива. Это надо будет к спать, приготовиться. Всех родственников обрадовать. Айзула, а что вы насчет даты решили? Мам, я сказала, что я подумаю. Стоп. Стоп. Идемте сначала ко мне. Как вас зовут? Меня зовут Адина. Адина? Да. Адина, вместо кого вы вышли? Я вышла вместо мамы, так как не согласна с ее мнением. Ага. Я вышла. То есть вы вышли вместо мамы? Да. У вас есть одна минута. Пожалуйста. Вы готовы? Да. Поехали. Мам, Айдар сделала мне предложение. Ой, как здорово, дочка, поздравляю. Спасибо. Ну, знаешь, тебе не кажется, что еще рано выходить замуж? Ты еще не закончила учебу. Да, мам, я тоже об этом подумала. Я хочу сначала закончить учебу, но потом, наверное, после учебы я выйду за него замуж. Да, тебе стоит поговорить с Айдаром и решить этот вопрос. Мам, но вы же хотели, чтобы она обстроилась, вышла замуж. Но ведь ей нужно сначала закончить учебу. Ну, день назад вы говорили, чтобы она выходила замуж. Я ошибалась. Я считаю, что она сначала... Как так? Мне не меняется за один день? Дочка, послушай, она еще молодая. Ей всего лишь 22 года. И она должна закончить учебу и учиться с работой. И только потом думать о замужестве. Но если ты хочешь замуж, я тебя в любом случае поддержу. Я подумаю, мам, насчет этого. Идемте. Стряхните героя мамы, да? Все. Вы теперь один основа. Итак, что вы хотели здесь поменять? Что другое вы хотели сюда привнести? Я хотела поменять мнение матери. Я считаю, что именно мамы... Да. Я хотела поменять мнение матери, так как считаю, что поддержка со стороны родителей, особенно со стороны мамы, это очень важно. Это очень помогает нам в нашем развитии, в становлении нашей личности. И вот именно из-за этого я не согласилась с тем, что она сразу же обрадовалась, захотела устроить пышную свадьбу. Она заботилась лишь о мнении своих соседей, родственников и так далее. И это прививает человека к тому, что твой ребенок тоже начинает думать о том, что мнение... Нужно делать все, чтобы мнение родственников и соседей, и также знакомых, они должны быть довольны. Но на самом деле... А Диная, вы помните характер мамы? Да. Какой он был? Он был очень сильный. А как вы думаете, насколько это возможно, чтобы вот раз, и такой характер всю жизнь был, и он поменялся? Я считаю, что это очень сложно. Как вы думаете, у вас в жизни такое может произойти? Очень-очень редко. Спасибо вам большое. Пожалуйста, присядь. Сейчас мы переходим ко второй сцене. Актеры, пожалуйста, подготовьтесь. Один, два, три! Матрон! Айсулу? Привет. Опоздала. Ты все время, Айсулу, опаздываешь. Что ты делаешь? Тебе нравится, да? Я его специально для тебя купила. Айсулу, мне не нравится, как ты одета. Мне вообще не нравится, как ты одеваешься. Что вот этого? Скажи, что? Облегающее платье, оголенные ноги, яркий макияж для кого? Стоп! Проходим. Идемте сюда. Возьмите, пожалуйста, микрофон. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Айзада. Айзада, идемте. Вы вместо Айсулу, да? Да. В каком моменте? Как только они вот разговаривают. Да, в одежде. Вы готовы? Матрон! Мне не интересует, нравится или нет. Мне самой нравится, что я одеваюсь. Моя девушка будет одевать то, что я хочу. И делать то, как я хочу. Ты меня поняла? Нет, не поняла. Мне нравится, как я одеваюсь, и все. Если тебе не нравится, как я одеваюсь, то иди, найди такую девушку, которая будет с тобой согласна во всем. Найду? Да, найди. Найду, не беспокойся. Итак, что здесь поменялось, дорогие зрители? Я за Айзаду, потому что она выбрала и мне свой выбор. Она сказала то, что буду делать я, и не буду пристать под твою дудку. Как вы думаете, вы любите своего парня здесь? Ну да, здесь я люблю, но он тоже должен понимать меня, во всем поддерживать. Я не буду, если я здесь соглашусь, то буду всю жизнь несчастлива, потому что после этого он будет меня ограничивать во всем. А что Айсулу здесь делала по-другому? Вот то, чего не было у Айсулу, которое изначально было, да? Вот здесь у нас есть мнение. Значит, скажем так, главная героиня, она продемонстрировала свое отношение к парню, то есть тебе не нравится, ей важно было его мнение. В данном случае, в переигранной сценке, получилось так, что я и мое мнение главнее. И тут еще свое личное мнение я хотела бы сказать по поводу именно отношения мужчины к женщине. Здесь парень ведет себя как собственник. То есть, получается, он выражает свое отношение к своей девушке, что ты моя, но девушка не предмет, чтобы ею обладать. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое за вашу идею. Здесь есть совершенно другое мнение, но тоже вместо Айсулу. Так, как вас зовут? Меня зовут Махаббат, и у меня другого мнения вместо Айсулу. Хорошо. С какого места Махаббат? С того, что они общались, только начали общаться. Поехали. Я хотела с тобой поговорить, обсудить то, что ты мне сделала предложение. Да, я согласна. Я рада, но я хотела сперва закончить учебу, ну а потом только выйти замуж за тебя. Зачем тебе учеба? Как зачем? Детей буду обучать. Ты можешь и дома учиться. Есть интернет. Есть все, что тебе надо. Мне надо в школу учиться. Я должен в универ ходить. Зачем тебе в универ? Красоваться перед парнями? Ну, если ты так думаешь, то да. Ты замужем. Зачем тебе... Я не замужем. Ты же согласилась выйти за меня. Но я еще не пишу. Нет, стой. Не ори, успокойся, прошу тебя. Просто пойми, я хочу принять решение, понимаешь? В семье так и должно быть. Ты должен понимать меня. Ты держишь меня. Я тебя всем обеспечу. Зачем тебе образование? Я вот это не могу понять. Детей буду обучать. Потом буду работать. Что думаешь, в универе учат, как детей обучать? Знаешь, знания всегда нужны. Или как воспитывать? Ну да. Успокойся, пожалуйста. Давай все-таки подумаем. Все-таки один год остался. Айсун, ты меня любишь? Да, но... Если ты меня любишь, то учиться ты не будешь. Буду. Хотя бы заочно, пожалуйста. Нет, я сказал. Почему? Я не хочу, чтобы моя жена ходила в универ после того... Моя жена, понимаешь? Во-первых, ты орешь на меня. Я вот так ору? Да. Я с тобой мягким тоном разговариваю. Нет, дорогой ты мой, ты орешь на меня. Я не ору на тебя, Айсун. Я не ору на тебя. Орешь. Может, подумаешь? Нет, Айсун. Только год. Нет. Пожалуйста. Туда нет, и сюда нет. Идемте. Итак. Как вы себя чувствуете сейчас? Немного обижена. Что случилось? Просто на меня наорали, получается, да? А когда выходишь замуж, твой партнер, он должен тебе помогать, он должен тебя толкать вперед, только впротиву. А не заставлять тебя не учиться выходить замуж и сидеть дома, как в клетке. Мне этого не хотелось бы. Почему вы пытались его упросить, да, как-то, ну, пожалуйста, ну, можно? Я думала, он как бы, мой партнер, он поймет, но оказалось, что он, и вправду, как говорили до этого, он собственник, и то, что мне это не нравится. Спасибо большое за ваше мнение. Пожалуйста, присаживайтесь. Так, один, два, три. Мотон! Поехали. Что случилось? Что-то на работе? Лучше чай налей. Айдар, я хочу с тобой поговорить. Я хочу устроиться на работу. Я устала постоянно сидеть дома. Асюна, дай нормально поесть. Давай не сейчас. Айдар, вы кет? Слава. Привет, тебе. Привет. Как дела? Хорошо. Как учеба? Нормально. Ну, там, с учебой проблемы. Ну и? Да училка такая принципиальная. Ставить не хочешь. У тебя свои мозги есть? Все время какие-то принципиальные учителя. Почему в мое время таких учителей не было? Я сам учился и работал. Ладно, сколько надо? Сто баксов. И это за один предмет? Да не, мне что, ботусы надо купить. Как у вас дела? Нормально. Как мне? Покушай. На, держи. Айдар, ты помнишь мою подругу Асюну? Так вот, она мне предложила работу. Может, я буду работать? Там как раз вакансия освободилась. И что? Стоп. Стоп. Сначала подойдите ко мне. Сейчас. Как вас зовут? Меня зовут Салира. Салира. Салира, вместо Айсулу с какого момента? С момента встречи? Да, вот муж заходит. Муж заходит. Чай будешь? Налей чай. Чай. Что, сильно? Сильно устал. Да, Айсулу, дай поесть. Давай потом поговорим. Слава, Лидия. 110. Привет. Налей чай. Ну, как дела? Да, нормально. Как учеба? Идет. Потом с учебой. Еще, как всегда, разводить. Не разводить. Ну, что на этот раз? Да училка такая, принципиальная. Почему у тебя все время какие-то принципиальные учителя вырезал? У тебя свои мозги есть? Почему я в свое время работал и учился, и все было нормально? Ладно, сколько надо? 100 баксов. И это за один предмет? Да мне еще ботусы надо купить. Ладно. Как у вас дела, Дени? Хорошо? Пойдет. А как день прошел? Как обычно. На, держи. Ты поел? Вот, поешь. Да. Мне тут Аселя позвонила. Помнишь подругу мою? Да, вот, на свадьбе подружкой была. В общем, она сказала, что у них там освободилось одно место. Как раз подходит по моей специальности. Зачем тебе работа? Что тебя дома не устраивает? У тебя все есть. Чего не хватает? Что тебе еще надо, Айсулу? Мне не хватает общения. Ты приходишь уставший. Тебе некогда разговаривать со мной. А я хочу общаться. Айсулу. Ты действуешь мне на нервы, понимаешь? Что с тобой сегодня? Ну, хорошо. Тебе нужна тупая жена. Ты считаешь себя тупой женой? Представляешь? Взрослый стал? Ну, ладно, ты... Не лезь. Нет, пусть он... Да, он покушал уже. Понимаешь? Я устаю. Ты мне скажи, что тебя не устраивает. Подожди, подожди. Я даже в своем доме не могу нормально поесть. Успокойся. Спасибо большое. Идемте. Если так будет продолжаться дальше, какая есть перспектива? У меня вот к зрителям вопрос. Если так пойдет и дальше, возможно, она сможет его разубедить. Или же ей все это надоест, и она подаст на развод. То есть, возможно, если будет продолжаться, то они договорятся о чем-то, а возможно, нет, да? Если жена будет настаивать правильно, настаивать в правильной траектории, то да, я считаю, что любого человека, тем более это ее муж, и они близкие люди, и она сможет это сделать, если пойдет в правильном направлении. Спасибо большое. Что вы думаете? Я думаю, что вот, скажем так, при таком подходе вода камень точит. Ну, один раз не получилось. Там спустя несколько дней можно возобновить. В конце концов, он пришел уставший, нервный. Обычно в таком состоянии мужчину лучше действительно не нервировать дальше. А, скажем так, перспектива такой жизни, то есть раны или лечить, и поздно, если Айсулу действительно умная, образованная, мудрая, то ей удастся уговорить и, более того, привести такие аргументы, скажем так, в свою пользу, что ему нужна не просто красивая жена, чтобы дома была хозяйка, но чтобы ему и перед гостями не было стыдно, что не какая-то клуша дома обслуживает его, а достойный нормальный человек, который может и… То есть она должна быть достойна своего мужа, вы считаете? Конечно, конечно. То есть со временем перспектива, допустим, если она все-таки сдастся и смирится с этой участью, вполне возможно, что ее ожидает просто-напросто умственная деградация, потому что она совсем перестанет. То есть не нужно мириться, нужно каждый день возобновлять этот разговор, вы считаете? Да. Не один раз так, второй, не довод, допустим, насчет общения или еще какой-то. В конце концов, времена меняются, и, возможно, настанет такой момент, что муж будет испытывать финансовые трудности, и он будет просто ломать голову, откуда достать деньги, и вот здесь вот работающая жена как раз бы его и выручила. Спасибо большое за ваше мнение. Переходим к следующей сцене. Мам, я не могу там находиться, мне там плохо, я устала от этого, это не так, то-не-то, я больше этого не вынесу, я хочу с ним развестись. Айсулу, ты думаешь о чем? Идемте, давайте похлопаем. Как вас зовут? Меня зовут Алтанай. И я буду вместо Айсулу. Вместо Айсулу. С какого момента? Присаживайтесь. Поехали. Айсулу, ты думаешь о чем ты говоришь? Ну что люди, что соседи, что родственники там в конце скажут? Мамочка, подожди, пожалуйста. Расскажи мне, пожалуйста, о своем замужестве. Во сколько ты женилась? Вышла замуж. Я вышла в 18 лет. В 18 лет? А где наш папа? Он умер. Он умер? А ты была счастлива с ним? Доченька, ты с дуба рухнула, что ли? Ты что за разговор? Ты что, не видела? Конечно, я была счастлива. Мамочка. Ведь для женщины это самое главное. Ведь замужество, дети, домашний очаг. Что для женщины, для счастья еще нужно? Доченька, Айсулу, я тебе сколько раз говорила. Ты была счастлива с папой? Я была счастлива. Я была счастлива. Как ты несчастлива? Это ведь твоя вина. Это ты, наверное, довела до этого, то, что твой Айда ругается с тобой. Была бы умная девушка, не ругался бы с тобой. Айсулу, ты же не умница. Именно из-за него я не смогла закончить учебу, мамочка. Зачем тебе учеба, Айсулу? Ну как ты не понимаешь? Ты же ведь живешь. Мамочка, ты образованный? А зачем мне образование, если я счастлива была? Вот у меня две дочери. А я несчастная, я хочу учиться, мама. Айсулу, ты не счастлива. Что ты сейчас... Айсулу, доченька, ты знаешь, какое у нас состояние. Я тебя не могу, я тебе не могу обратить свою учебу. Айдар тебя обеспечивает. Ты должна думать о своем будущем. Мамочка, так Айдар не дает мне учиться. А зачем тебе учиться, Айсулу? Ты понимаешь, я уже не молодая. Вот 10-20 лет поживу. Что с вами, что с вами, что с тобой будет? Где вы будете? Вы что, независимы с дипломами? Что вы будете делать? Как вы этого не понимаете? А что, если я скажу, что скоро он будет бить меня? Ты правда будешь счастлива? Ты знаешь, ты либо к нему идешь, либо ты уже не моя дочь. Айсулу, уходи из дома. Не надо мне таких разговоров. Я не вытерплю такого. У меня сердце больное. Ты хочешь меня убить? Ты хочешь меня до гроба довести? Уходи, Айсулу. Я не потерплю двойного развода с твоей дочерью. Спасибо большое. Что было по-другому? Ну, она здесь настояла свое мнение. Она высказала свое мнение, что, Мам, я хочу от него уйти, я хочу учиться. И она несчастлива в семье. А ну, здесь мама тоже против. Хотя мама должна всегда поддерживать свою дочь. Что бы ни было, она должна всегда быть на ее стороне. Здесь на самом деле произошел вот такой откровенный разговор, где она начала говорить о том, что она несчастлива. Кто почувствовал вот эту боль, которая вот живет в Айсулу? Кто почувствовал, что вот в какой ситуации она в этот момент? Ага, как нас много. Спасибо большое. Итак, что вы хотели здесь поменять? Спасибо вам за внимание. Ну, конкретнее всего я хотела сделать так, чтобы мама поддержала Айсулу. Но, судя по всему, у меня не вышло. И я бы хотела спросить мать о браке с отцом и как бы использовать это для аргументации. То есть здесь был аргумент такой. И что вы после этого будете делать? Вот мама сказала, ну да, я тебя понимаю, но иди к своему мужу, да? Ну, придется идти. То есть вы пойдете сейчас? Да. Спасибо большое. Здесь у нас есть еще одно мнение. Идем. Да, но у вас другое мнение, да? Чуть-чуть, да. Так, сначала, да. Как вас зовут? Арген. 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 Вместо кого вы вышли? Вместо Айсулу. С какого момента? С момента, как она про народ, ну, про то, что подумают люди. Ага, когда мама говорит, ну, что подумают люди, да? Да. Присаживайтесь. И начали. Айсулу, доченька, ты подумала, что ты говоришь? И так, что люди говорят, что соседи говорят про нас? Мам, мам, подожди. Я несчастлива. Счастье, Айсулу, в твоих руках. Как ты этого не понимаешь? Никто тебе с неба не даст, вот тебе счастье. Подожди, подожди. Ты должна сама создавать, сама бороться за свое счастье. Ругаться это с тобой. Так уговори, не знаю, будь умной, женой. Тебе, подожди, тебе важна жизнь. Моя жизнь не лень. Конечно, доченька, твоя жизнь нужна, как ты не понимаешь. Не, не, других людей. То, что скажут другие люди. Я хочу, чтобы ты была счастлива. А я несчастлива. А ты создай свое счастье, как ты не понимаешь. Айсулу. Он хорошо с тобой относится, с тобой хорошо разговаривает. Все тебе покупает. Мы с отцом твоим сами все делали, сами все создавали. Мам, мам, подожди. Я для тебя такой жизни не хотела. Я не хочу, чтобы ты трудилась, чтобы ты работала. Вот живут же сами женщины без мужей, без детей. Айсулу, ну как ты меня не понимаешь? Мама. Вот останешься одна на старости лет. Вот у меня муж умер. Вот был бы твой отец, он бы не потерпел бы такого. Айсулу. Как ты потом 50 лет, когда ты будешь одна, да, незамужняя, разведенная, ты потом поймешь, что это значит, Айсулу. Ты не видела жизнь? Я не хочу для вас такую жизнь, понимаешь? Чтобы я потом одна останусь, что потом с вами будет, Айсулу? Мам, скажи ты мне, мама. Ты должна... Я твоя дочь, и ты должна меня поддерживать. Почему вы у меня не слушаете? Почему ты мне не веришь? За что мне такое несчастье, Айсулу? Почему ты-то? У меня же надежда на тебя была, Айсулу. Ну поверь мне, я найду своего человека, я ошиблась. Кто тебя, вторую разведенную, возьмет, Айсулу? Это твое старое понятие. Сейчас много людей разведенных. Когда я скажу, стоп, пожалуйста, замрите. Вот как вы играете, сейчас играете, пожалуйста. И когда я скажу, стоп, прям замрите. Хорошо? Все сначала. Нет, 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 нет. Мам. Ты смерти моей хочешь, Айсулу? Ты боишься, что скажут люди? Замрите. Вы статуя. Пожалуйста, скажите вот свое желание сейчас. Что вы хотите, чтобы вас поняли сейчас, чтобы мама услышала. То, что вы никогда не могли ей сказать, скажите, пожалуйста, сейчас. И мама тоже, да, то, что вы хотели сказать и донести до своей дочери. Что-то, что вы никогда вслух не скажете. Поехали. Я хочу счастья для своей дочери, чтобы она была счастлива, чтобы у нее были дети, чтобы она жила счастливой семейной жизнью. То, что вы никогда в жизни не сможете сказать маме, но это внутри вас живет мысль. Мам, ты же моя мать, ты должна меня поддерживать. А если ты думаешь, что я счастлива, если я говорю, что я несчастлива, то как-то не получается, что ты моя мать. Спасибо большое. Похлопаем. Идемте, пожалуйста. Итак, что здесь было совсем по-другому? Какие аргументы здесь звучали, которых мы до этого не слышали? Кто-то, кто еще не говорил? Хорошо, идемте. Первый аргумент был то, что не важно другое мнение, важно мое мнение. Как бы он хотел донести мысль, чтобы сказать, что не важно, что скажут другие, важно мое мнение. Что это значит? Насколько мы зависим от мнения? Нет, мама же не живет за жизнь, а она живет за свою жизнь. И она будет жить со своим мужем, и она будет решать, как нужно жить. А вот муж, она же еще говорит, вот когда я вам прихожу, он самый милый, он самый... Это просто как бы иллюзия, он актер. Вы вначале говорили, что мы все актеры, да? И он это играет в свою роль. И если мама увидит, да, вот дочь донесет, мама, смотри, как я живу, смотри, как я страдаю, а если ты хочешь моего счастья, то послушай меня и поддержи. Спасибо большое. Ваша идея? Моя идея была в том, что ее мать должна переживать за свою дочь. Это ее дочь, и она должна бороться за ее счастье, раз она является настоящей матерью. Спасибо большое. Итак, сейчас я хочу пригласить на эту сцену наших актеров. Каждый день ситуации, подобные показанные сегодня, происходят в городах и селах нашей страны. Друзья, давайте вовремя реагировать и вовремя оказывать посильную помощь людям, находящимся рядом с нами. Давайте не позволять укоренения, насилия и несправедливости в нашем обществе. Ради светлого будущего нашей страны. С вами была программа «Театр Форум». До скорых встреч! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон»